Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаем вместе с нами посетить а-ля-карт-ресторан ливанской кухни. При заселении в отель на встрече с гидом нам дали такую анкету для записи в а-ля-карт-ресторан. Одно посещение за время отдыха бесплатно. Во время нашего пребывания в отеле можно было выбрать один из двух ресторанов – итальянский «Спаго» или же ливанский «Байблас». В анкете представлено меню этих ресторанов с двух сторон этого листа. Перед посещением заполняется анкета. Указывается количество гостей, дата посещения и какие блюда вы будете кушать. Выбирайте закуски, первые блюда, горячее, а также десерт. На выбор было предложено по два варианта из каждого раздела. Когда вы заполните анкету, отдать ее необходимо администратору, который находится на входе в основной ресторан. Итак, мы выбрали ливанский а-ля-карт-ресторан. Он расположен на пляже в левой его части, на берегу Красного моря. Мы сейчас направляемся на ужин в этот ресторан. Посмотрите, друзья, какая атмосфера! Сам ресторан оформлен в арабском стиле. Играет национальная музыка, белоснежные скатерти, разноцветные стулья. Создают необыкновенную атмосферу для ужина. Сразу нам предложили напитки на выбор. А также принесли холодные закуски. Было пять видов закусок. Острое с томатами. Были баклажаны с зеленью, хумус и другие. А также принесли баладийский хлеб. Это цельнозерновая лепешка. Далее принесли нам следующее блюдо. Для мужа колбаски, запеченные с острым соусом. А для меня блюдо из куриной печени. На первое мы заказали суп из морепродуктов. А также куриный крем-суп с сухариками. Из морепродуктов в составе супа были мидии, кальмары, крабы и рыба. Также нам принесли мини-лепешки, запеченные с сыром. Сразу оговорюсь, мы заказывали на ужин разные блюда, чтобы показать вам практически все меню этого ресторана. Из мясных блюд было три варианта. Мы заказали ассорти на гриле. Здесь у нас ягненок, говядина, куриное филе с овощами на гриле. Второе блюдо. Это рыба с овощами и белый рис. На гарнир к мясу также подавали рис с орехами и изюмом. А третий вариант мясного блюда. Это была курица на гриле. Мы также ее сейчас вам покажем. Это был заказ ребят за соседним столиком. Ну и наконец-то десерт. Пудинг с имбирем. Также мы заказывали одно мороженое. Но вместо него нам тоже принесли пудинг. За это минус ливанскому ресторану. В целом нам ужин понравился. За счет вкуснейших мясных блюд. Их было более чем достаточно и очень вкусно приготовлено. А теперь, друзья, предлагаю переместиться во второй а-ля-карт ресторан итальянской кухни. Он называется Спагу. Находится он в основном здании на первом этаже. Как раз напротив входа в основной ресторан. Сразу будет ресторан тайской кухни Тайо. Его мы проходим. Пока идем, можем посмотреть оформление данного ресторана. Следом за ним расположен а-ля-карт ресторан итальянской кухни Спагу. Посмотрите, какое необычное оформление этого ресторана. Вместо стульев такие прекрасные качели. Объемные люстры, белоснежные скатерти, белые и синие стулья. В целом, все это вместе создает приятную атмосферу. В этом ресторане за ужином вы можете также расположиться на уютных диванчиках. Обратите внимание на необычное оформление в ресторане. Дополняют интерьер, размещенные в зале бюсты римских императоров. Такие дизайнерские идеи в сочетании с оформлением зала создают необыкновенную общую атмосферу этого ресторана. Проходим дальше. Здесь мы видим вход с улицы напрямую в данный ресторан. А также хочется отметить, что эти качели в ресторане не только необычное зрелище, но и прекрасная фотозона. Вот мы и показали вам весь ресторан итальянской кухни. Еще добавлю, что меню итальянского ресторана особо не впечатлило. А вот атмосфера и оформление зала в итальянском ресторане больше нам понравилось, нежели в ливанском. Надеюсь, наше видео поможет вам сделать правильный выбор ресторана и насладиться прекрасным ужином.